Приветствую вас, любители мира животных! Сегодня совершенно уникальный выпуск программы «Лапушки». Дело в том, что мы приехали в гости к школе верховой езды, при которой находится небольшой зоопарк. Ну что же, обо всём по порядку. Одного из питомцев мини-зоопарка зовут Тёма. Это обычный серый ослик. Оль, расскажи, пожалуйста, что собой представляет? Какой образ жизни у него? Чем питается? Ну, условия жизни у ослика особо не отличаются от условий жизни, например, лошади. То есть всё то же самое большинство времени сейчас летом он проводит на улице, гуляет, пасётся. А вечером его загоняют домой в денник. Он живёт на конюшне рядом, собственно, с лошадьми и пони. Совершенно не конфликтный. Ет всё то же самое. Любит морковку, хлебушек, яблочки, например. Вот. Очень спокойный, добрый. Постоянно у нас катают деток верхом или зимой в саночках. Все его очень любят, детки. Домашний осёл, широко известный в народе как ишак, это одомашненный подвид дикого осла. Причём приручение ослов состоялось гораздо раньше, чем это произошло с лошадьми. А именно 5-6 тысяч лет назад на территории Верхнего Египта и Эфиопии. Это были первые животные, которых древний человек использовал для перевозки грузов. И на протяжении всей человеческой истории, как до Рождества Христова, так и в наши дни, они рядом с человеком. Например, на Кипре ослики являются национальной гордостью. Жители острова им признательны за то, что те помогли выжить в трудное время. Довольно долго на этих животных путешествовали, перевозили урожай по труднопроходимым горным дорогам. И даже использовали для замешивания строительного раствора. Но это раньше. А сейчас для наухи радуют туристов, коих регулярно вывозят на ослиные фермы. Там устраивают специальные мастер-классы, после которых выдают именные сертификаты, подтверждающие право управления серым ушастым транспортом. А прилавки сувенирных магазинчиков пестрят поделками и магнитами, где увековечен символ острова. Кроме того, очень часто образ ослика используется в литературе, кино и мультипликации. Ослиное упрямство – это притчевоязыцах, то есть действительно он упрямый? Да, конечно. Все ослики сами по себе очень упрямы, и наш не исключение. То есть может заупрямиться, если ему что-то не хочется или что-то им не нравится. Упирается, упирается. То есть просто, например, не хочет куда-то идти, если его заставляют. А так, ну, за морковку, за сахарочек любой согласится. Уже приехали? Нет. А теперь приехали? Да. Честно? Нет! Мы уже приехали? Нет. Мы уже приехали? Нет, мы приехали. Мы уже приехали? Нет! В силу ослиного упрямства я испытала на себе. Тема, конечно, крайне милое существо, но сдвинуть его с места во время трапезы оказалось очень сложно. А вот ухаживать за серыми и ушастыми животными, наоборот, довольно просто. Ослики крайне неприхотливы в содержании, довольно выносливы и едят немного, в среднем около одного килограмма зерна в день. Ну, а к нам уже ведут следующего постояльца конюшни. Лер, что это за прекрасное животное? Рассказывай. Видим, что это олень, но какая разновидность? Это настоящий северный олень. Она у нас еще маленькая. Ее зовут Малышка. Ей всего лишь один год. Живет она у нас на конюшне. Сравнительно недавно ее привезли только этой зимой. Когда ее привезли, она была вообще совершенно дикой. Никому не подходило ничего. И буквально за две недели она настолько привыкла к людям, что начала даже по карманам шариться в поисках всякой вкусняшки. Под вкусняшками имеются в виду печенье, конфеты и прочие сладости. Хотя в дикой природе для оленя любимое лакомство. Впрочем, как и основной источник пищи – лишайник ягель. Он покрывает поверхность земли в тундре сплошным ковром. Поэтому корма достаточно в любое время года. Животные чувствуют его запах под снегом даже на полуметровой глубине. Ну, а мы кормим комбикормом, корнеплодами и, конечно же, ягелем. Потому что это является не только кормом, но и отличным антибиотиком. А вы как его в свежем виде заказываете или как? В консервированном? Ну, в сушеном. В стойле оленя должна обязательно стоять вода. Особенно это важно в летнее время. Зимой проще. Животные восполняют недостаток влаги, поедая снег. Ухаживать за северными оленями нужно примерно так же, как за лошадьми. Чистить, вычесывать, а главное – любить. Если перебраться внутрь конюшни, то там обнаружим. Нет, не коней, а вот таких ребятишек. Рогатые мимими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Параллельно получен устный мастер-класс по управлению лошадью. И это гораздо сложнее, чем управлять автомобилем. Ведь живое существо имеет свой характер, чувствует все твои эмоции, в том числе и неуверенность. Но мы с Габитом поладили. К новичку в моем лице этот красавец отнесся с большой долей толерантности, что, признаться, очень приятно. Это совершенно непередаваемые эмоции, просто море позитива. Я желаю вам прекрасного дня. Увидимся в следующем выпуске.